Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Кладоискатели 23, 24, 25, 25! Всё, копай! Разойдись, малышня! Но мы же здесь играем! Теперь это наше место! А что вы хотите сделать? Может, мы поможем? Не нужна нам ваша помощь! Сами справимся! Есть! Это всего-навсего камень! Значит, место неправильное! Вы что-то ищете? Давайте вместе! Вот ещё! С малышней возиться! Надо закопать эту яму, а то кто-нибудь может провалиться! Ты прав! Пойдём за лопатой! Здесь должен быть знак! Смотри, Вова! Знак! Давай лопату! Э, нет! Я буду копать! Отдай! Ну вот, теперь никто в яму не провалится! Я! Нет, я! Нет, нет, я! Я! Нет, я! Отдай! Вы опять ругаетесь! Мы не ругаемся! Мы ищем... Не ищем мы никакой клад! Ой, мы... Мы играем! Да! Мы просто играем! А возьмите нас! У нас тоже лопата есть! С малышней не играем! Эй, эй! Подождите! Ладно, мы берём вас в игру! Давайте лопату! Может, по очереди будем копать? Нет, нет! Мы сами тут справимся! А вы пока идите! Если так, мы не придём к вам больше! Ух ты! Фонтанчик! Фонтанчик! а сейчас мы тебя спасем держись нужно что-то тяжелое а а закапывай пупсень только осторожно что здесь произошло это не мы мы не виноваты когда мы пришли все так и было просто мы искали клад лопату воткнули а оттуда бац такой фонтан это потому что вы повредили водопровод ничего себе мы не хотели а мы уже все починили осталось только заровнять да молодцы не растерялись это вы и сами все исправили а а лунтик и кузи нам помогали нет это мы им помогали а они нас спасли да без них мы бы не справились значит нашли клад не не нашли наверное опять не там копали ну как же а настоящие друзья разве не клад это просто клад простите нас мы так некрасиво поступали с вами а вы нам все равно помогли конечно мы же друзья трубу я потом починю как следует ну а кто разровняет полянку я корней корнеевич прав ведь настоящие друзья это просто клад однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем Кузя а куда это ты собрался на ночь глядя мы с лунтиком и гусеницами будем сидеть у фонарика и рассказывать друг другу страшные истории как интересно а можно мне с вами не это игра только для мальчишек девчонки не умеют пугать они сами всего боятся и чуть что ай сразу кричат вовсе нет ха 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 вот и первое очко нашей команде это не считается милая с нами не играет да ладно возьмите ее а мы гарантируем что до утра она не досидит ха 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 нет уж спасибо напрашиваться не хочу спокойной ночи спокойной? думаете ночь будет спокойной? ха 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 не дождетесь мы вас так напугаем что спать не сможете что? да это вы будете верещать как девчонки страшилка я сел за стол и уже собрался взять пирожок как вдруг вспомнил что я забыл вымыть руки и что? вот конец ха ха ерунда не страшно вот мы сейчас расскажем наша история называется травяные чудовища говорят что эти чудовища обитают в траве мы слышали? да это все ветер нет это все травяные чудовища уххх они бродят по ночам их хватает всех кого встретят на своем пути ах похоже в траве и правда кто то есть ах испугался? что? вовсе нет смотрите что это? уххххххххххххххххм травяное чудовище аххххх Burk ахххххххххххххH Лунтик! Не отставай! Лунтик! Лунтик! Кузя, ты где? Пупсень! Пупсень! Я боюсь! Идём домой! Тихо! Я и пытаюсь дорогу домой найти! Пупсень, ты тоже это слышал? Дровяное чудовище! А-а-а-а! Пупсень, ты где? Подожди! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Помогите! Ой-ой-ой! Пупсень, это я! Ты кузю не видел? Я здесь! Вставай! Где Пупсень? Пупсень! Пупсень, мы здесь! Пупсень! Как хорошо, что я тебя нашёл! Мы думали, тебя схватили! А-а-а! 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 Вот вы где! Так-так-так! Значит, мальчики у нас самые смелые! Только девочки так кричат! Мила, это ты нас пугала? Как у тебя это здорово получилось! Спасибо! А где Пупсень и Вупсень? Ку-ку! А-а-а-а! А-а-а-а! Ха-ха-ха! Ребята, конечно, сильно перепугались, но все равно были довольны. Ведь благодаря Миле у них получилась настоящая ночь страшилок. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Городки! Целься! Пли! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Нила! Что случилось? fakt Здравствуй! А но уходите отсюда! Уходим-уходим. Мишенни все равно кончились. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Да не расстраивайся ты! Ну их уник путь гостинец. Я строила-строила. Хочешь сейчас вместе куличи налепим? Лучше замок. Большой и красивый. Давай. Давай! Надо ещё цветами и ракушками украсить! Цель прямо по курсу! Готовься! Залп! Заряжай! Близь! Давай ещё! Вам больше заняться нечем! Не надо хулиганить, пожалуйста! И ничего мы не хулиганим? Да! Мы упражняемся в меткости! А вы ничего не понимаете! Не плачь, Мила! Сейчас мы всё починим! Будет лучше прежнего! Да что толку! Они опять придут и всё сломают! Давайте вы будете чинить, а я вас охранять! Точно! Как будто мы в осаде и защищаем замок от врагов! Все по местам! Зальса! Лизь! Ура! А-а-а-а-а-а-а-а! А-ах-ха-ха-ха! А! Давай ещё! А-ах-ха-ха! Цель поражена. Боевое задание выполнено. Мы опять победили. Ура! Да сколько можно? Тренируйтесь вон, на своей поляне. В траву кидайте. Её у вас полно. В траву бросать неинтересно. Она же не разваливается. А мы хотим разрушений. Да! Раз! И всё летит в разные стороны. Красота! Это же так весело. Вы строите, а мы ломаем. Даже и не знаем, что с ними делать. Им так нравится всё разрушать. Да, ещё и смеются. Прямо хоть дерись с ними. Говоришь, раз и во все стороны? Нет. Без драки обойдёмся. Я, кажется, придумал, что с ними делать. Расступись, малышня! Сейчас мы вам покажем, что значит меткость. Ну, покажите. Давай, давай. Хе, кто ж так кидает? Учитесь! А-а-а. Вы это, чего? Это игра такая. Называется «Городки». Вот этой битой надо выбить все чурочки из того квадрата. Он называется «Город». Лучше всего за один удар. Но это очень сложно. Ха, сейчас посмотрим. Получилось! Ух ты! Раз! И во все стороны! Я тоже хочу! Теперь Вупсеню и Пупсеню вредничать совсем не хочется. Ведь они со всеми вместе играют в «Городки» новую увлекательную игру. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Пара. Как у вас здорово получается! Мы тоже так хотим! Этому сложно научиться. Ха, тут дело не в учебе. Даже твоя сообразительность, пчелёнок, может не помочь. Главное – найти подходящую пару. Ну, не знаю. Я лучший ученик в школе. Я бы испугалом научился танцевать. Что? Значит, тебе всё равно, кто твоя пара? Ну и танцуй с кем хочешь, а я тогда буду с Кузей танцевать. Ну и пожалуйста. Я и так научусь. И дело тут не в паре. Отлично! Начнём сегодня же. Лунтик, помоги! Ты же всех в округе знаешь. Приведи мне кого-нибудь в пару. Кого? Кого угодно. Главное, чтобы пара была. Ну, начнём. Подождите! Лунтика ещё нет. Я здесь. Я привёл тебе пару. А! Ха-ха-ха! Ну, спасибо, Лунтик. Пчелёнок, ты не так делаешь. Надо вот так поворачивать. Старайся, старайся. Ты уверен, что сам справишься? Конечно. Вы же мне всё показали. Ох! Лунтик, учительница постоянно делает замечания. Нужен кто-нибудь поспокойнее. Вот! Тётя Мотя! Спокойная! Здравствуй! Я буду твоей парой. Представляю. По-моему, у нас неплохо получается. Тётя Мотя не подходит. Нужен кто-то пошустрее. Я нашёл тебе более шуструю пару. О! Привет! Только не это! Танцы закончились. Спасибо, что пришла. А где Пчелёнок? Я тут. О! Пока, Лунтик. Простите, что так вышло. Вы были правы. Без хорошей пары танцевать невозможно. Мила, я бы очень хотел танцевать именно с тобой. А я с тобой. Если честно, с Кузи у меня не очень получается. Да я вообще танцевать не собирался. Мила и Пчелёнок очень быстро научились красиво танцевать. Вот что значит найти хорошую пару. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Осталось подписать. Печать. Надоели эти листья. Жуём, жуём. Хочется чего-то новенького. И необыкновенного. О, например, вот такого. Ух ты! Стойте! Что вы делаете? Это моё творение. Откуда нам знать, что оно ваше? А это что? А что это? Это моя печать. А значит, это моя скульптура. И трогать её нельзя. Ладно, ладно. Извините, мы не заметили вашу печать. Слушай, печать это здорово. Да, но где мы её возьмём? Сами сделаем. Хотя бы из гриба. Здорово получилось! Теперь это наш гриб. Ага! Фу! Не думал, что ставить печати так тяжело. Стой! Теперь это наше! Как ваше? Почему? Потому что тут стоит наша печать. Всё, на чём она стоит, наше. Шнюк сказал, что если на чём-то стоит твоя печать, то это твоё. А? А вокруг замка мы построим... Ой! Что это такое? Уходите отсюда! Идите играть в другое место. Вот ещё. Это наш замок. И мы останемся здесь. Был ваш, стал наш. Это тоже теперь наше! Ха-ха-ха-ха! Теперь всё будет наше! Лес, пруд, Ива! Точно! И Иву себе заберём! А как же дедуля и бабуля? Гусениц надо остановить! Ну как? Пупсень-пупсень! Остановитесь! Мы не дадим вам забрать Иву! Интересно, как вы можете нам помешать? А вот так! У нас тоже есть печати! Сейчас они его себе заберут! Лунтик, да что здесь творится? Мы спасаем Иву! А вы не можете спасать Иву на улице? Хорошо, дедуля! Пупсень! Я Лунтика припечатал! Он теперь наш! Отлично! Теперь всё, что он припечатал, тоже наше! Нет! Лунтик наш! Лунтик наш! Нет, наш! Наш! Вы мешаете мне работать! Извините, дядя Шнюк! Гусеницы везде ставят свои печати, чтобы всё принадлежало им! Какая глупость! Поставить печать – это не значит присвоить себе! Но вы же сами сказали, что скульптура ваша, потому что там ваша печать! Скульптура моя, потому что я её создал! А чтобы все это знали, я поставил печать! А вы? Вы что, вырастили эту траву или Иву посадили? Это не может быть вашим! Значит, я тоже не их? А ты, Лунтик, тем более! Ура! Значит, всё это не наше? Вот сделайте что-нибудь сами, тогда и ставьте свою печать! Пойдём отсюда! Гусеницам понравилась игра с печатью Но теперь, прежде чем её поставить, им придётся как следует потрудиться Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Водные лыжи Опа! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я попал! Ха-ха-ха! Ой! Ой! А вот так! Ха-ха-ха-ха! 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 Здорово! Вчелёнок, ну поиграй с нами! Помнишь, как зимой в снежки играли? Пай! Да, зимой это было хорошо! Нектар собирать не надо! И столько всяких игр! Санки, лыжи! Я слышал, что летом тоже можно кататься на лыжах, на водных Только я не знаю как Ну как, как? По воде, наверное Я сбегаю домой, за лыжами, хорошо? Да, здорово! Встречаемся на пруду Ой, 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 ой! Лунтик! Лыжи, лыжи в разные стороны плывут Что же делать? Может их связать? Точно! А чем? Я знаю, чем связать лыжи Лунтик, это же не плод! Вот, держи Передай Лунтику Лунтик! А, кто это? Это что еще такое? Безобразие! Я выронил палки А ну их! Все равно от палок никакого толку Да, но как же на таких лыжах кататься по воде? Я понял! Снова хулиганство? Ну я им сейчас покажу! Шток! Поставьте на место! Сейчас мы тебя разгоним, а потом отпустим водоросли и ты сам поплывешь! Ну что, Лунтик, готов? Ага Тогда вперед! Вы опять хулиганите? А? Отпускаем! Ага А-а-а-а-а-а! Ух ты! Вот так разогнал! А-а-а-а-а-а-а-а! Хм! Непорядок! Наверное, зимой в прорубь упали Надо вернуть Здравствуйте, уважаемая Отлично, молодец, браво Ну, я вам покажу, так, со мной Извините А я и не знал, уважаемая, что вы так любите спорт Я люблю спорт, терпеть его не могу Безобразие Это, похоже, ваше Да Я тоже когда-то катался на водных лыжах Ух ты Расскажите нам, как это делается Зачем То есть, как зачем У вас и так все прекрасно получилось Водные лыжи – это спорт, в котором один участник стоит на лыжах, а второй его тащит Ого, вот в чем дело Давайте еще попробуем Ага, только тащить некому Пиявка-то уплыла Чего? И не думайте, я для этого не гожусь Тут нужны рыбы пошустрее Мы, мы, дядя Пиявка уже всем в пруду нажаловалась Как вы с ней катались? Мы тоже хотим вас катать Хм Вот так у наших друзей получилось освоить еще одно отличное летнее развлечение Водные лыжи Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Прививка Доброе утро, дедушка! Это когда доктор делает укол Например, в руку Ой, я не хочу, чтобы меня кололи Лунтик, это не так уж страшно Но это очень нужно для твоего здоровья Да, если сделать прививку от какой-нибудь болезни, то ею не заболеешь Ну, если не так уж страшно, и чтобы не заболеть Ах, тогда согласен Я же забыл муравьишке о прививке сказать Лунтик, ты иди, а я тебя догоню Хорошо Давай на перегонки, кто быстрее ее съест Давай! Здравствуйте, а я иду прививку делать Ой! Что, что ты сказал? На прививку иду Сам идешь? На прививку? Да Прививки будут делать всем детям Кошмар! Это же так больно! Прививки! Это ужасно страшно! Беги лучше, пока не поздно! Лунтик! Бежим отсюда, а то и нас прививку заставят делать! Да, точно! Лунтик! Лунтик! Где ты? Лунтик! Привет, пчеленок! Привет! Вы знаете, что сегодня всем детям делают прививки? Знаем! Нам уже сделали! А вы видели Лунтика в медпункте? Нет! Нет! Помогите, пожалуйста, мне его найти Мне кажется, он боится прививки и поэтому прячется Конечно, поможем! А! Кто это? Это я! Уходи отсюда! Тебя ищут! Из-за тебя и нас на прививку потащат! Лунтик! Куда ты исчез? Надо же прививку делать! Я... Я не хочу! Мне страшно! Там нечего бояться! Гусеницы сказали, что это очень больно! Нашел кого слушать! Идиом! И ты сам убедишься, что это не так! Поймали лопуха! А нас не заметили! Хе-хе-хе! Ахахахаха! Вот увидишь! Это совсем не больно! Я даже не пикнул! Привет, муравьишка! Ты уже сделал прививку? Конечно! И разве тебе не было страшно? Ни капельки! Здравствуйте! Привет, Лунтик! Садись скорее! Это правда не больно? Конечно, нет! Ты даже не почувствуешь! Все, Лунтик! Ой! Как? Уже все? Да! Видишь? Здесь нечего бояться! Я не думал, что это так быстро! И правда ничего страшного! Спасибо! До свидания! Так! Лунтик сделал! Где же Пупсень и Пупсень? Оказывается, это совсем не больно! Вот видишь! Зато теперь мы не заболеем! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Иди сюда! Ха-ха-ха! 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 В прививке нет ничего страшного! Зато потом ты не будешь болеть! И не придется каждый день принимать лекарства и делать уколы! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот, что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Голос! У пчелёнка уже занятия кончились Надо позвать его к нам чай пить Пчелёнок! Лунтик, зачем же так кричать? Так можно и голос сорвать Чтобы пчелёнок меня услышал Отсюда не услышит Лучше дойди до него и скажи Но пока я буду ходить, чай остынет Я попробую громче крикнуть Пчелёнок! Эх, Лунтик Я же тебя предупреждал А что произошло? Лунтик громко кричал и сорвал голос Теперь говорить не может Не расстраивайся, к вечеру голос вернётся Ты только не разговаривай Горлышку надо отдохнуть Э, Лунтик, дай-ка нам свой кораблик На время Лунтик, ты что, немой? Он что, и правда говорить не может? Это мы сейчас проверим Ах, Лунтик, что ты делаешь? Из-за тебя, бедная бабочка Чуть не упала Лунтик, как ты мог? Значит, ты и правда не можешь говорить Ха-ха-ха-ха! Ой! Ой! Ха-ха-ха! Ну что, славно мы повеселились? Только вся слава достанется тебе, Лунтик! Ха-ха-ха-ха-ха! Ты же у нас сегодня главный хулиган! Ха-ха-ха-ха! А мы про себя скромно промолчим! Ха-ха-ха-ха! Вместе с тобой! Ха-ха-ха-ха! Здорово я сказал! Ой! Ой! Ой-ой-ой! 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 Ай! Ай! Спасите! Лунтик, как ты мог такое сделать? Зачем ты в меня кидался? Уж от тебя я такого не ожидала! Взял и всё разломал! А-а-а! А-а-а! Спасите! Мы тут сейчас упадём! Помогите! А-а-а! Как мы туда упали! Ого! Это Лунтик вас толкнул! Да-да-да! Это всё Лунтик! Да-да! Это он всё! Лунтик! Как же ты мог? Стойте! Стойте! Я всё вам сейчас объясню! Лунтик потерял голос и не может вам ничего сказать! А всё это сделали гусеницей! А-а-а! Что?! А-а-а! Когда Лунтик смог говорить, он рассказал друзьям подробности этой истории и никто на него больше не обижался! А Лунтик с тех пор бережёт свой голос! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! А-а-а! А-а-а! Ах! Лови! Плохая примета А-а! Я самый лучший ловец мячей! А-а-а! Ой! Лови его, Кузя! Здравствуйте, дядечки-бряк Здравствуйте, как приятно вас встретить Здравствуй, погода хорошая, вот я и решил прогуляться Лунтик, идём скорее, наш мяч в пруд упал Ещё увидимся, дядечки-бряк Ага, до встречи О, какой знакомый след Неужели это чёрный червячок? Терпеть не могу, когда мяч падает в пруд Теперь он мокрый и скользкий Ой, я не думал, что мы так быстро увидимся Вы что, передумали гулять? Я только что встретил чёрного червячка Червячка? Вы что, не понимаете? Это же плохая примета Если он переползёт тебе дорогу А ты переступишь через его след То беды не миновать Какой беды? Любое несчастье может произойти Так что сегодня гулять не буду Ай, ой, ой Аааа Ну вот, я так и знал, что этот чёрный червяк Не к добру мне встретился Да Какая опасная примета Главное, чтобы нам этот червячок теперь не встретился Ох! Ох! Его нельзя близко подпускать Вдруг он вокруг нас так ползать будет Тогда мы вообще никуда уйти не сможем А как мы теперь мяч заберём? Боюсь, в мяч мы уже не поиграем Да какой там мяч? Хорошо, хоть сами в беду не попали Куся Ох! Сюда ему не забраться Он ползёт а иди играй в другом месте не подходи к нам а это черного червячка одни беды в репейник мы упали шалашик сломался мяч пропал он же не виноват что он черный червячок может быть он просто хотел поиграть с нами это же плохая примета ну и что я не верю в такие приметы из-за которых кого то приходится обижать червячок подожди стой ты прямо по следу бежишь ты убежал за мячиком спасибо лунтик ну как произошло уже что нибудь плохое нет только хорошее со мной тоже пока ничего плохого не случилось интересно почему наверное потому что мы теперь с ним друзья а разве от дружбы может быть что то плохое кто то считает черного червячка плохой приметой но для лунтика и кузи он стал новым другом ведь хорошие отношения важнее любых примеров оооо однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем критика ну что художники пойдемте завтракать еще чуточку у меня наконец получаться стало ладно ну как закончили да да хотите посмотреть вот ого да вы прямо настоящие художники да особенно мне нравится твой рисунок с грибом гриб какой гриб ха это не гриб это ваша ива ой эээ точно отличная ива мы хотим устроить выставку наших картин и всех позовем мы с шершулей обязательно придем ага как ты думаешь друзьям понравятся наши картины ха конечно мы же всю ночь их рисовали ой осторожней я тут рисую простите дядюшнюк мы просто на наши картины засмотрелись а что они такие хорошие конечно они всем нравятся а мне покажете а вот тут много пустого места краски бледные и плохо сочетаются а у тебя Кузя что похоже на гриб какой то тогда цветы маленькие это не гриб это ива ива а почему она без корней и веток и еще ладно мы все поняли до свидания до свидания дядюшнюк до свидания ребята сам он на гриб похож что он понимает я так вижу дядюшнюк хороший художник он сегодня злой вот и критикует все критикует? это значит говорит что ему не нравится а ему всегда что то не нравится здесь моя картина с Ивой хорошо смотрится Кузя я пойду спрошу как исправить мою картину подожди а как же выставка? я без тебя ее не начну тогда пошли со мной нет мне моя картина нравится лучше я пойду звать всех на выставку дядяшнюк а не могли бы вы еще покритиковать мою картину я хочу чтобы она стала лучше тебе придется многое переделывать я готов ну тогда слушай внимательно обязательно о! вот этот набросок хороший с ним можно поработать спасибо дядяшнюк я пойду рисовать завтра всем покажу до завтра Лунтик наконец то пришел где ты пропадаешь я всех уже пригласил ты что весь день собирался выслушивать критику дядяшнюк мне столько рассказал я бегу рисовать новую картину завтра покажу завтра? я уже всех сегодня позвал придется всех предупредить угу здравствуйте спасибо вам всем что пришли представляю свою картину о! неплохо сразу видно что старался да старался спасибо а теперь ты Лунтик представляю вам свою картину о! какая красота Ива совсем как настоящая спасибо но это благодаря критике дядяшнюка я постарался нарисовать как можно лучше хм ну что ж картина и правда стала лучше мне нравится ух ты Лунтик а ты меня нарисуешь и нас нарисуй ты уже настоящий художник молодец Лунтик всегда приятно когда тебя хвалят но критика это тоже хорошо ведь благодаря критике ты сможешь увидеть и исправить свои ошибки однажды на Луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем здравствуйте дядя шнюк а вы не могли бы дать нам на время краски и кисточки мы с милой и кузей хотим цветочки нарисовать ааа хорошо вот дядя шнюк у вас что-то случилось да нет просто немного загрустил понятно спасибо за кисточки один дома может быть дядя шнюк такой грустный потому что он все время один надо его как-нибудь развеселить а давайте пойдем к нему в гости думаете ему это понравится конечно это же так здорово когда кто-то приходит к тебе в гости пойдемте дядя шнюк а мы решили отдохнуть и зайти к вам в гости ааа ну заходите сегодня хорошая погода не правда ли ааа точно вам лучше идти гулять чем сидеть в темной комнате а вы пойдете с нами я нет ну мы тогда тоже не пойдем ааа я передумал ладно погуляем но только недолго дядя шнюк а во что вы любите играть играть не знаю может с горки покатаемся что то мне не хочется это совсем не страшно давайте все вместе паровозиком давайте давайте дядя шнюк вы куда э мне кажется дядя шнюку совсем не нравится с нами играть но что же нам сделать чтобы он не скучал ребята я пирожков напекла идите пить чай я придумал баба капа а давай дядю шнюка тоже в гости позовем э э привет шнюк э вот пришли пригласить тебя в гости на чай я пирожков вкусных напекла но пойдемте дядю шнюк хватит сидеть одному в этой темной комнате у нас будет весело а ах капочка какие вкусные пирожки ты выпекаешь да очень вкусно ну что ж мне пора посиди с нами еще шнюк куда торопиться я сейчас принесу кубики опять это грустная музыка не понимаю кому такое может нравиться эту музыку слушает дядя шнюк сосед ты чем то расстроен что слушаешь такое ну ничего сейчас мы тебя развеселим вот и кубики лунчик не надо кубиков принеси лучше мои фотографии с военной службой а я еще хотела рассказать один случай с жабой клавой а я вот вам еще пирожков напекла смотри сосед это я трублю подъем в полку а как же кубики угощаяся шнюк не стесняйся делу до ту 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 что это использует первый нет тют наконец-то я дома один дядя шнюк а почему вы убежали Вам с нами не весело? Да нет, дело не в вас, Лунчик А во мне Я не очень люблю шумно и весело проводить время А я думал, все это любят Я люблю сидеть дома один И, например, слушать музыку Вот Мы все такие разные И каждый проводит время по-своему Если кто-то хочет полетать в облаках Не нужно ему мешать МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА